ребят всем доброе утро смотрите 7 часов утра убирают территорию моют плитку поливают деревья траву я такая заторможенная и я такая заторможенная кружечкой кофе кружечкой стаканчиком кофе сейчас вышла пораньше хочу с вами прогуляться немножко по территории отеля показать вам показать немножко завтрак ну а потом пойду будить своих мальчиков на завтрак потому что так рано они не завтракают отдыхают ведь я тоже поздно уснул марсель также а я пораньше уснула специально чтобы встать сегодня и сделать немножечко съемку у нас сегодня вторник мы прилетели на остров коз когда в пятницу в пятницу утром поэтому на в пятницу суббота воскресенье понедельник мы уже немножко загорели даже чуть-чуть плечики загорели в общем отдыхаем и делали выезды я вам уже это показывала выезжали мы на термальные воды выезжали мы на руины смотрели мы с вами дерево гиппократа немножечко показала конечно бы хотелось посмотреть большего но вы знаете с детьми сильно не покатаешься а марселю тоже портить отпуска тем что его постоянно тягать с собой не охота в номере он оставаться один не хочет на пару часиков поэтому то что удалось посмотреть я уже этому рада ну и будем отдыхать на пляже у нас обычно пляжный отпуск мы с утра отправляемся после завтрака на пляж и возвращаемся в отель только к вечеру часов шесть в пол седьмого так что сейчас прогуляемся пляж здесь совсем рядышком я вас с боковым зрением сейчас вижу даже море покажу немножко вам начнем наверно оттуда откуда я своим поздоровалась то есть поздоровалась я сидела на лавочке вот тут пила стаканчик кофе здесь прохладненько тенечек свежо еще и пойдем мы с вами сейчас посмотрим что у нас на завтрак смотрите можно сидеть на улице на улице есть кофе напитки в двух местах здесь и еще можно сидеть сверху кто хочет но в основном кушают здесь снизу вот сейчас конечно же народу поменьше мы когда прилетели было немного меньше людей сейчас побольше стало видимо каникулы у всех начались внутри помещения хорошая да свежо климатизировано стульчики для детей такое ограждение там тоже посадочные места здесь у нас все более-менее к чаю такое знаете к чаю кофе бутерброды и какие-то сладости все с ворогом сыром оладушки блинчики и соусы варенье соусы мед орешки кокос сильно вам озвучивать не буду что здесь с чем как буду показывать потому что я сама не все по названиям знаю не все пробовала здесь мне кажется две недели будете все равно но не все перепробовать можно это все только джем и варенье сухие сухофрукты также да и орехи йогурт и вода с огурца с лимона слайма киви мешают постоянно смузи есть арбузные потому что у нас здесь еще это помешанные все фрукты это арбуз а это у нас непонятно с чем не пробовался здесь молоко здесь любимое место марселем по утрам пьет очень много молока полтора процента 3 5 есть молоко вот такое пожалуйста кокосовое и так далее там подобное для всех желание так то что кушать и завтраки фрукты фрукты очень вкусные сегодня винограда не вижу обычно еще виноград всегда лежит здесь всегда тоже готовят горячие может обед вам сниму также оладушки жареные яйца омлет здесь так же помидоры колбаска фрукты укусов игры овощи и готовы уже утроброды можно самим сделать рисовая каша кстати чего я раньше не видела в других отелях отель очень хороший мне очень понравился отель 4 звезды но я бы ему дала и 5 с лишним честно слову это сосисочки в тесте слоевом тоже омлет только завернутый сыром омлет другому приготовим с чему там тоже бекон и мы отправляемся еще очень много выбор есть мне кажется каждый привередливый даже себе надежность колбаска у нас сыр и когда я с вами разговариваю а на правое ухо я что-то плохо слышу вода вчера попала до сих пор не могу как от этого чувства избавиться поэтому разговаривать так ощущение как будто не знаю где-то вдалеке огурцы нарезка морковь перец салат оливки очень вкусные не то что мы покупаем в германии банка намного вкуснее оливки сыры это и так далее пожалуйста вегетарианец там масло было здесь тоже маргарин и вот соусы это у нас скажите мне господи забыл рецепт по-русски горчица горчица и кетчуп смотрите тоже сладости наш мелок с фруктами и сладкими и выпечка хлебушек нарезаем или можете нарезать сами успех вы хотите выбора очень много хлебушек вкусно так что отправляемся с вами еще как напитка вода марселя не нравится питьевая здесь нам не нравится но марселя тяжело слушать вообще нигде не любит пить воду в отелях вообще нигде ни в каких странах а я люблю я люблю пить вот таких вот бокальчиков видите есть кружки а есть картоновые стаканчики картоновые бумажные стаканчики ну как чтобы собой по территории можно удобно носить номер взять и вообще меньше мыли посуду салфетки сверху вот здесь можно пить латы капучино и остальные напитки да там шоколад горячие а здесь мне нравится больше кофе с молоком узнаю почему-то мне здесь вкуснее в этом автомате сейчас наберем с вами тоже к и пойдем гулять с кофе у меня кофе с молоком здесь можете всякие чей взять не при сахар есть коричневый сахар мне он не нравится я не веду здоровый образ жизни или по крайней мере стараюсь что-то но не все с коричневым сахаром не нравится вот единственное что я заметила здесь нету палочек и деревянных чтобы помешать кофе здесь это все по-другому либо вы можете взять ложечку со стола помешать ливая здесь стоит ложка который нужно взять и помешать так ну и теперь пойдем с вами пока покажу немножко видите красиво так сделано здесь люди тоже сидят мест много но конечно в час пик в час пик люди стараются работают персонал иногда приходится немножко подождать стол но все равно все равно очень замечательно стал и накрытые приборы очень хороший соль перец вообще мне нравится сыпется как я заметила раньше в хорватии допустим знаете там от влаги соль перец были немножко с комочками но здесь нет пойдемте пройдем через беседку здесь прям хорошо что следят чтобы соль и перец от влаги не намокли но здесь такая беседочка можно на улице кушать свои такие цветы красиво да и вот так же стоит такой вот бочонок с водой здесь не газированная в автомата газированную вода очень мне нравится еще расскажу так теперь мы можем с вами выйти это мы у главного здания в главном зданию этот ресторан и теперь выходим можно несколько выходов сделать к морю сейчас пройдемся к морю покажу бассейн вот выход отеля и мы сейчас у бассейна сюда мы с вами сегодня тоже вернемся покажу вам здесь работает бар вот он сейчас закрыт и еще также буфет вот с этой стороны вода здесь метр сорок глубина детки хорошо купаются и вот здесь вот потом марш я любит свои хамбургеры чизбрюгеры брать вкусные тоже выход с отеля вот здесь под один зонтом получается три лежанки на пляже под одним зонтом две лежанки и есть еще вторая часть отеля туда поэтому потом посмотрим с вами вот такой вот смотрите везде спуске есть инвалидных колясках или просто детских колясках проехать смотрите убирают бассейн сейчас отключены фонтаны фонтаны вечером потом не вечером в обед это включают воды мы пойдем с вами обойдем помыли плитку за территории очень хорошо следят вот такие вот душевые на территории где бассейны хорошие здесь есть номера в отеле и также бунгало мы когда заказывали бунгало мест уже не было поэтому мы взяли в отеле в бунгало есть балкончики и вот выход на море с той стороны и с этой мы пойдем сейчас с вами с этой прогуляемся вернемся по другой стране и вот что еще и есть на другой стороне отеля там отдыхают гости без детей или с детьми от 18 лет чтобы было спокойствие там мы номера взять не могли так как марсель в 12 лет ну в общем как то вот так до пляжа вообще недалеко вот мы с вами вокруг обошли бассейн и вышли там где можно покушать и идем сейчас на пляж отключаться не буду посмотрите как это быстро то есть не надо никуда выходить за территорию или идти через главную дорогу или или смотрите как красота вот бунгало и вот их не террас очки на улице территория вся зеленая мы прям смотрели я хотел чтобы было много зелени чтобы был рядом пляж чтобы был бар на пляже потому что даже просто за водой бегать обратно к бассейну ну как то не очень не камильфо поэтому для нас было важно чтобы была территория хорошая здесь меняют полотенчики видите мы идем по дорожке просто здесь полотенчики меняют на пляж с 10 до 12 из 4 до 6 очень практично идешь и не задумываешься да вот придешь на пляж поменял полотенце полотенце все без кауциона то есть мы когда приехали у нас номере были уже пляжные полотенца и потом можете каждый день менять может через день кто как хочет мы меняем каждый день и вот топаем марсель нравится вот туда ходить гулять там тоже знаете как под кронами деревьев такое место пятачок игры был бы такой у нас они там домики себе строили очень красиво и прохлада там такая хорошая там и пальмы и сосновые такие деревья помешаны пожалуйста можете здесь на травке расположиться с полотенцем кто хочет то делать уже зарядку мы идем сами дальше вот в принципе мы пришли совсем не знаю туда же двух минут то наверное не будет здесь вот можно ополоснуться вот такой шланг стоит вода здесь можно переодеться в таком домике и вот он бар еще закрытый вот они лежанки лежанки все бесплатно от отеля ну как уже входит в стоимость поездки да все это зонты очень красивые хорошие прочные даже когда был сильный ветер первый день я думала о их по сносит нет ничего стоят даже даже и смотрите хорошо зонт столик небольшой на две лежанки и и снизу пепельница ну как да и люди не кидают никуда свои окурки кидают в пепельницу на это как бы чистоту создает мусорки стоят здесь три четвертое возле бара и вот такие вот сходы в море раз вот там белые зонты это тоже все еще наш отель здесь два и вот так вот пойдем с вами пройдемся уже солнышко такое знаете это пикет пикет мы что же загорели мы считали свете где-то вчера сидели что вот на таком вот от одного спуска в море в другой до 30 зонтов ой 30 ну да 30 зонтов по насчитали по моему так что сидели разговаривали здесь расположены буйки вода очень очень теплая не знаю многие мне говорили что греции вода холодная не знаю не буду говорить за всю грецию скажу только тут где мы отдыхаем вода очень-очень теплая но опять же я не плавала за буйки конечно туда дальше вот видите булочки там уже глубина начинается там конечно вода холоднее а здесь парное молоко вот реально сколько мы дни уже купаемся и прям тепло тепло и вот смотрите мужчина идет ему по колено ну чуть выше колено он сейчас еще дальше пройдет вот играем еще дальше в мяч и там еще получать сейчас немножко глубок а потом пять только в подъемчик и опять мелко ну вообще для детей я не знаю просто просто супер заход сейчас ему по пояс если чуть левее отойдет а он присел ну ладно но я потом вам покажу потом принците что не глубоко то есть вообще песок на дне с краешку есть пару камешков ну прям парочку даже скучновато как-то без камешек без камней вернее а так хорошо песок хороший подметают убирают сейчас вот эти вот подметут песок уберут так что мы с вами прогуляемся смотрите ну бар вам я ребят покажу сегодня когда его откроют здесь немножко не как у всех стран бар и здесь нужно говорить что ты хочешь покушать ну тут такие знаете булочки бутерброды такие нету картошки помостом или еще что то здесь именно на территории до возле бассейна здесь только напитки и перекусы такие небольшие пиво набираешь сам так интересно соки здесь еще кофе машина потом стоит тоже можно набирать очень интересно и мы кстати без браслетов на руках как это обычно принято коль инклюзив всегда браслеты а тут нету марселя мечта сбылась он терпеть эти браслеты на руках не может и вот пожалуйста здесь тоже душевая можно ополоснуться и также переодеться вот здесь такой домик тут можно вот эти доски для серфера до брать как тебя могут обучить если хочешь ну конечно все платно вот разметки туалет мы с вами сейчас тоже туда сильно далеко не пойдем пойдем потом когда будем на пляже вот отсюда вы видите вон домик стоит такой деревянные то туалеты туалеты для инвалидов также мужской и женский всегда чисто всегда все убрано вообще и вот теперь с вами ведь уже готовят бар и мы с вами пришли вот оттуда сейчас пойдем на территорию отеля здесь здесь удобно выходить людям кто допустим в бонгало живет или более левее который вот отель без детей у нас главный корпус и что здесь единственный минус для меня допустим отель главный отель главный корпус вернее он без балконов то есть балкон и французский мешает кофе стаканчик и сумка французские балконы называется просто французский балкон никакого балкона нет просто открывается окно и там есть я вам покажу потом номере такое стекло чтобы защита чтобы дети не вывалились я так думаю мы можем что-то повесить конечно же пожалуйста такая тишина такая свежесть в улице вообще просто прелесть красиво и вот право бунгало левом бунгало ведь второй этаж с балконами первый этаж террас очки и вот идем с вами топом я еще в шлепках сейчас будет вам шлеп-шлеп посмотрите как мило я бы допустим если вернулась сюда еще но возвращаться мы не хотим и хотим дальше что-то посмотреть еще другие страны но если бы вернулась сюда я бы хотела бунгало удобно и сюда чтобы не нести чемоданы там или вот довозят на электромашинках таких хороших смотрите какая карта очень большая территории вы не обязательно по всей территории ходить но это все относится вот сюда наш отель называется каравия бич здесь только бунгало на этой стороне вот и вот это было все вот право лево и вот тень из деревьев короче милота все убрано ну вот мы с вами практически выходим опять к бассейнам бассейны по правой стороне ну и там же дальше ресторан где покушать можно мы сами уйдем немножко левее и выйдем сейчас на главный вход отеля здесь также можно поиграть гольф все на рецепшен можно взять бильярд есть в отеле также можно взять предлагаю всякие спортивные как сказать игры ходят спрашивают но мне это не интересует мне другой отдых ленивый так что вот там баскетбол болитбол детские дискотеки проходят марсель у нас тоже такого возраста когда на детские дискотеки он не хочет видите персонал передвигается тоже на электро роллерах таких или на электромашинках здорово конечно вот смотрите можно еще дальше идти гулять тут гулять гулять не перегулять а мы выходим с вами так открытие уже главный вход нет я хотела вам показать еще там тогда пойдем да я здесь просто раз или два мы прогулялись свете с марселем ягода засохла здесь же есть также спортзал сейчас по правой стороне будет можно пойти потренироваться все это включено в сумму отдыха подметать смотрите как вот здесь проходит детская дискотека здесь же представление живая музыка уже три раза было у нас в отеле там есть тоже такая площадка хорошая покажу вам как площадка с посадочными местами так уютно на улице и там живая музыка по вечерам тоже саксофон ортепиано еще что-то было уже не помню в общем вот вы еще видите идем в рождении по территории лично на вот пойти разбудить уже видео потом с вами дальше продолжим тут уже вон виднеется главный въезд здесь кстати спортзал мы прошли тут в этом здании и вот на этой стороне отеля отдыхают без детей без всякого шума гамма писка визга кто не хочет детки это наше все но некоторые предпочитают тихий отдых то поэтому с одной стороны ну как интересно задумка отеля здесь них свой бассейн свой ресторан хотя мы тоже можем здесь кушать кофе так ну все все и завтрак и обед и ужин здесь вот так наслаждаются люди видите здесь тоже ресторан а здесь вот номера за бассейнами так выйдем туда наверно посмотрим вот видите здесь получается у каждого выхода на первом этаже можете сразу выплыть скажем так со своей террасы а сверху просто балкон играет приятная музыка всегда с утра и в обед тоже и вот люди наслаждаются смотрите какая зелья пальмы все так ухожено не так что там засохшие что-то даете валяется видели сами как все убирают и вот эти какие номера но здесь небольшое не намного и так понимаю людей может от силы на 150 100 где-то так вот мы можем выйти сейчас к нам на бассейн видеть сейчас так и сделаем с вами или можем вокруг вокруг пройти но мы пройдем так вода возле воды пожалуйста у вас свежо посидеть беседка пройдем с вами через беседку красота малым марселю исполнится 18 приедем сюда и возьмем себе такой номер чтобы сразу утром вышел и пошел плавать красота это слово услышите слова красота красота не знаю сколько раз так а здесь мы пройдем пройдем вот мы с вами вышли главному входу обошли все обошли но я говорю не занимает много времени тем более что я люблю наматывать свои шаги и мне вот нравится стоит корабль я здесь сидит охрана смотрят кто заезжает кто выезжает немножко за территории отеля получается парковочной стоянки тоже относятся к отелю ведь остановился проверили поехал кушать повез ну вот это уже мы покидаем территорию если выйдем за этот домик туда и там стоянки мы с вами пойдем вообще такой вот знаете пятачок здесь мне нравится прям с нашего окна видать а эти пальмы там небольшой такой прудик с фонтанчиком вообще просто милота я вот на территорию все смотрю и прям насладиться не могу очень рада что мы долго выбирали долго выбирали между островом родос и кос и я даже одно время запуталась потому что вот уже было надо заказ делать ему родос кос родос кос и в общем заказали кос а у меня почему то в голове остался родос ну и потом все таки видите какой родос кос можно брать в аренду видите велосипеды кваты мотороллеры машины все это все как пожалуйста кто нас в чем хочет ездить здесь такие вот банановые деревья пальмочки и даже растут бананы я вам показывала нет я в инстаграм много что снимала по чуть-чуть понемножку ну и теперь снимаю уже видите какая красота бананчики чувствуешь себя знаете вот как будто я не знаю ну точно не в Греции такое ощущение что каких то в джунглях иногда ощущаешь себя вот такие электромашинки возят чемоданы развозят полотенцы ну вся в общем транспортеры такие маленькие сейчас вам покажу эту красивую УАЗу с этой с внутренней стороны вот главный вход а вот они французские балконы как я и говорила видите просто окно открывается какой то вот выступ есть но на него даже не встать и вот стекла защитные в принципе нас это сильно не стесняет то что нету балкона мы думали что нам не очень понравится но все таки рискнули и понравилось хорошо если был бы балкон но если нету тоже неплохо смотрите какой большой я не знаю это кактус не кактус что-то такое красивое я цветы люблю но название их не запоминаю напишите что вам понравилось на территории или вообще да я хотела сказать напишите что хотите увидеть но видео кстати выйдет забыла вам сказать скорее всего да не скорее всего видео уже буду монтировать когда мы прилетим домой я еще буду в отпуске смотрите и потом буду потихонечку выкладывать в отпуск решила только поснимать но не монтировать аппаратники вообще такой пятачок а сейчас пойдем покажу вам еще одно детское развлечение с бассейнчиком оно тоже в двух шагах от отеля тоже относится к территории отеля вон кстати автобус подъезжает на таком мы приехали привозят гостей очень комфортно было ехать хороший автобус не таких мы в африке ехали там думали вот-вот развалится я вам говорю свои плюсы и минусы я искала этот отель посмотреть в ютубе но не находила чтобы влоги с него были пару но не показывали то что мне интересно было видеть поэтому я решила тоже заснять с мальчикой красота а как вижу это я и может кому-то это кому-то может поможет кому-то пригодится ну а нам память будет здесь на территории тоже есть напитки не надо вам ходить главное здание там куда-то нет с 10 до 6 здесь можно находиться деткам с родителем потом ну как и на баре с 10 до 6 потом здесь конечно бар закрывается вы можете находиться да но уже напитки там допустим не будет по левую сторону здесь парковочная стоянка для тоже машин в основном нам сюда пригоняли машину которую мы брали на прокат и мы вот сюда ее ставили это относится тоже к территории отеля смотрите какая красота это моет с утра асфальт мусорка также есть лежанки лежанки здесь на территории три под одним зонтом на пляже в основном две под зонтом смотрите какие хорошие но здесь заметьте нету пепельниц если на пляжу есть столик и пепельница то здесь нет молодцы не надо курить там где детки вот такой вот корабль стоит здесь конечно все это ну вода везде брызжет бежит фонтанчики когда это сейчас все запустят а так как бы утро еще сейчас все отключено здесь вот есть туалет деткам внутри можно полазить вот такая вот детская площадочка смотрите какая хорошая да вот качельки все для маленьких прекрасно там вот напитки также вода кофе стойку и и все все что хотите и вот она площадка тут не одна она разбита на секции она одна большая и внутри еще все смотрите есть лавочки все это от солнца такие вот покрытия крыши типа сделаны и он смотрите разбиты на раз два на две территории вот так а дальше у нас поля и коровки пасутся так как мы очень друг от друга отели далековато преимущество в том что мы не носим никаких браслетов на руках у нас ничего нет обычно цветовые какие-то знаете вешают чтобы знать что человек какой он себе заказал отпуск полностью все включено или что-то только там завтрак-ужин в общем да по цветам различать здесь этого нету поэтому очень классно массы просто мечтал об этом чтобы не было таких браслетов его мечта сбылась мы сейчас с вами вокруг обойдем смотрите можно сборки скатиться здесь вообще глубина я не знаю чуть выше щиколотки наверно мне будет очень красиво и вот это пожалуйста здесь никто 50 сантиметров вот стоит никто вас не будет беспокоить детки свободно купаются но есть же на территории тоже бассейн это просто отдельно кто хочет с малышами спокойствие себе ну а мы с вами возвращаемся к главному входу сейчас вот он прямо за вот этой вот пальмами за этими улазами главный вход сейчас покажу наше окно я думала мне будет мешать то что приходит автобусы наши окна выходят сюда на главу главному входу вообще не мешает мне автобусы не люди там какие-то разговаривают так 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 вот пальма и вот над пальмой второй этаж окно это наш оливки оливки вот и главный вход ну вот мы с вами заходим сейчас главный вход вот очень здесь симпатично все со вкусом расставлено на рецепшене 24 часа себя находит так только поэтому очень удобно можно любой вопрос сюда обратиться смотрите какая красота вообще сиди и наслаждайся давайте мы с вами наверное видите это уже начинаются комнаты лифты здесь бар здесь возможность пойти с коляской подняться либо по ступенькам здесь поработает с 4 до 12 здесь здесь в основном живая музыка есть детская дискотека каждый вечер проходит но это немножко дальше на территории здесь вот саксофоном играют на фортепиано тоже очень хорошо люди здесь отдыхают вечером после ужина есть вот такое тоже помещение здесь мы тоже играли бильярд вот очень хорошо все климатизировано ну и можно не знаю какие-то что-то проходит у них здесь наверное вот а мы с вами сейчас выйдем на террасу из террасы вам будет вид такой красивый тоже посмотрите сколько зелени на территории мы сразу видим море мы на Игейском море совсем недалеко Турция вообще прелесть такая смотрите здесь можно спуск сделать сразу в сад попасть вот там же можно выпить кофе напитки под нами сейчас как ресторан сейчас там идет завтрак все зелено вот прям все куда взор не упадет везде цветы да сосны и пальмы смотрите это на улице можно под навесом завтракать также и внутри какая красота вот вот смотрите какая интересная штучка когда вот эти вот засохшие веточки на полу если лежат все думают что это змея какая-то маленькая змейка ладно возвращаемся на исход на исходную видите все проветривается открытый урок но сейчас сквознячок ребята на этом я с вами буду сегодня прощаться конечно сегодня начну снимать другой блог но это уже отдельная история кому интересно оставайтесь с нами подписывайтесь пишите свои комментарии кому было что-то интересно или кто уже был может быть в Греции на острове Кос рассказывайте свои впечатления всем спасибо что были с нами всем до новых встреч пока пока пока